Мухаммад Забитов У нас дома был ремонт, и у нас эмульсии не было. Я попросила у своей подруги, чтобы она со мной, это было в пятницу, чтобы она со мной поехала в базар. И я обняла его тот день. Где ступеньки, я до сих пор помню этот момент. Я обещала ему купить сладости. На праздник купить ему всем детям пакеты. Там на праздник ходить. До Байрама несколько дней оставалось. И вышла, ушла я. Мне дочка пишет, мне звонит, мне написали, что его не могут найти. Время прошло где-то час. Даже, ну, час, наверное, прошло. Она мне пишет, потому что до этого они его искали. Минут 20, наверное, искали его. Когда они уже поняли, что они могут его найти, где он бывает. Я звоню, дочке звоню, она ответила. Потом я ей спрашиваю, ну, когда он вышел. Девочке сколько лет? В то время ей было 15. Я говорю, ну, где он, говорю, я говорю, когда он вышел. Вы посмотрели, где он бывает песок? Вот это она говорит, да, мы посмотрели. Ну, как я начала на него ругать, орать на нее. И потом она выключила телефон, потому что уже знала, что я в истерике. И рядом со мной, которая подруга, она меня успокаивает, мне говорит, ну, не переживай, там, ребенок вышел, наверное, играться. Подожди, сейчас они найдут. Когда мы доехали, я вижу там и людей. Я, когда еду, сообщаю, там, отправляю сообщения, фотографии Мухаммада по группам нашим, селским, там. Я прошу у них, там, выходите, может, там кто-нибудь его увидит. Вот, может, есть у кого-нибудь там на улице? Отправляю Мухаммада фото. Я прошу у всех, чтобы они вышли. Потом, когда я уже подъехала, я вижу машину, уже и патруль, и вижу и полицейских, вижу и наших силчан тоже, которые собираются. Я до вечера помню, как я его искала. Я помню, как босиком я ходила. У меня ночью, когда вот уже все собрались, мои мамы, сестры, они когда приехали, они, говорят, мы обмывали мои ноги. Я, оказывается, босиком ходила по лесу, вот рядом, искала его. Май месяц он пропал, а август, ну, начало сентября было. Я вообще домой не заходила. Я даже те коммунты, в которые мои дети были, я туда даже не заходила. Неделями я могла не заходить домой. Я во дворе у нас была, как такая тортамейка. Я ворота открывала, открытыми воротами сидела там. Думаю, может кто-нибудь там пожалеет и отпустит моего ребенка. Я не хотела даже жить. Мне вот даже стыдно об этом и говорить. Мои, мои вот эти мысли, которые меня не покидали. Я просто не думала, что за столько времени, за столько год, что я выдержу эту боль. А как вы сейчас справляетесь с эмоциями и стрессом? Я знаю, что вышли, меня не оставят. Я слышала, что у вас есть какая-то группа в WhatsApp, где сидят... Да, и в WhatsApp есть, в Инстаграме. Ну, Инстаграме группы нет. Только в чем в группе в WhatsApp? Я даже не помню. Было где-то тысячи и еще сейчас где-то 500 чем-то. Они постоянно активны? Да, волонтеров. Как вы думаете, что может вам помочь в том, чтобы нашелся ваш сын? Помощь Всевышнего Аллаха. Без его помощи мы не справимся. Мы делаем все, что мы можем. Но самое главное для нас это дуа и убедительность народа, кто с ними рядом живет. Вы слышали, что у вас какие-то мечты были, помимо того, чтобы встретиться с сыном? Что вы там якобы в группе писали, что если вы где-то попросите, может быть... А, да. Я, когда вот он пропал, после этого я себе обещала, когда, как Мухаммад найдется, как он вернется домой, мы поедем в Хаджсе. Ну, вот у меня вот эта мечта появилась. После этого в этом году, получается, я увидела, как я в Хадже, во сне увидела. Да. И я во сне вижу, что я в Хадже. И еще у меня такое чувство. Я, наконец-то, ну, попалась сюда. Сейчас я буду молиться, попросить там Всевышнего Аллаха, чтобы он вернулся, чтобы он нашелся. И у меня такое чувство там во сне. Сейчас мне из дома позвонит, что он нашелся. Вот, как я быстренько домой полечу там. Вот такие эти мысли были у меня. А у вас у самой нет возможности? Ну, пока нет. У нас тут для вас одно письмо есть, что, пожалуйста, открыть. Я, Аллах, я, Аллах, спасибо Богу большое. Все будет хорошо. Мы надеемся, что Всевышний вам ответит на ваш что, и немножко ваша душа успокоится, и Всевышний ответит на вашу любую, и ваш сын найдется. А меня, Аллах. Это да, Сидрат? Она здесь сидит, она рассказала, что вы мечтаете. Мы надеемся, что через вас. Аудитория, миллионы аудиторий, эти люди. Сидовой деньги и говорят, перегорить путевки тем, кто в этом больше всего сейчас не дается. Пусть Всевышний Аллах вознастся им от меня поблагодарить их. Иншаллах. Все будет хорошо. Я даже не знаю, как вас поблагодарить всех. Нас надо благодарить. Туазиноцелы, и все, приза вашего сына. Мы тоже будем за вас. Иншаллах. Иншаллах. Я даже не знаю. Хоть какая-то радость, надежда. Ай, альхамданулах. Сюзю, Зюль Хаджа, посмотри, мама сейчас куда поедет. Иншаллах. Иншаллах. Что надо сказать, Зюль Хаджа? Да. Что надо сказать, Зюль Хаджа? О, Тお, Тое. Поезарников. О�ри, Баха. Поездку. 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 Поездку.